Начинаем заниматься дверями. Двери, так сказать, внешний вид. Подмовили ли мы? Ну не подмовили ли, про антикорили. Сейчас заклеиваем лишние дырки. Они тут нафиг не нужны. Разница видна, да? Бронеленточкой проходимся по дверям. Клеится хорошо, держится тоже хорошо. Нам лишние эти отверстия нафиг тут не нужны. Проходимся, заклеиваем. И потом дальше будем внутреннюю часть дверей заклеивать и собирать. Продолжаем нашу работу. Вот он пример. Заклеили все что возможно было бронелентой. Резкость навелась. Заклеили бронелентой. Сейчас изнутри двери, где это будет возможно, без фанатизма, наклеиваем обесшумку. Нарезаем кусочками, залазим и наклеиваем обесшумку. Начинаем. Вот. Подзаклеили основное. Вот. Кое-где еще вот места пооставались. Вот видно. Тут уже более маленькими кусочками, не такими вот, а помельче вот такими нарезаем и как шахматами укрываем. Вот. Тут видно у нас. Здесь свободные еще места есть. Можно также и пониже. Вот здесь свободные места есть. Не спеша, не торопясь, уже более маленькими кусочками все это клеим. Без фанатизма, не торопясь, потихонечку вот. Желобочек тоже этот. Можно его внутри проклеить, замерить линейкой там 20 миллиметров. Вырезать полоску и ей тоже 20 миллиметров подзаклеить. Продолжаем работу. Проклеили. Где это считалось возможным? Кое-где вот в таких местах. И в два, и в три слоя. Кое-где в один слой. Ну, как бы, я уже как говорил. Вот в этой части, где я ногой показываю, тут у нас... Вот он выступ. Вот он сделан из завода. Поэтому здесь мы не заклеиваем. Поставили музыку, динамик. Вот. Приступаем к сборке дверки. Перед этим, конечно, я проверил, что музыка играет, что все тут открывается, закрывается. Потому что, как бы, эти нюансы тоже не надо забывать и надо проверять сразу, а не после сборки двери. Ну, все. Продолжаем сборку. Вот следующий этап сборки. Берем вот эту пластиковую попону. Ну, я ее так называю. Приклеиваем. Герметик на родной. Если плохо приклеивается, что бывает крайне редко, но попадаются различные машинки, где плохо отклеивается, плохо приклеивается. Можно взять немножко, прогреть перед этим феном. И шаг за шагом прогреваем феном и наклеиваем. В итоге все получается нормально. Вот. И финишный этап. Собираем саму дверь, ставим обшивку. И вот в этом месте у нас еще такая, типа затычки, треугольник пластиковый, ставится на зеркало. Такая фальш-панелька закрывается. Вот. Ну, собираем. Ну, вот. Все собрали. Все на месте. Все собрано на свои места так, как должна. Проверка. Все работает. В данном случае здесь электропривод зеркала. Блокировка электрическая замком. Стеклоподъемники, радио. Все это проверяется. И потом можно переходить к следующей детали. Ну, вот у нас вторая дверь. Срываем скотч малярский. Вот так резко дрынь. И он очень хорошо отходит. Бронелентой уже я все пообклеивал, что считал нужным. Сейчас еще кое-где проклеюсь. Вот. Вот. Вытираем пыль мусор. Вот он он виден. Вот. Оно нам тут не нужно. Вот. И продолжаем так же, как и с предыдущей дверью. Единственное отличие, что тут нет музыки. Здесь ручки на двери, они как бы на веслах, без электроприводов. Ну, это не существенно. В принципе, все то же самое, что и раньше. Продолжаем работу. Ну, вот вторая дверь заклеена. Понятно, что можно было прям тут до идеала выклеиваться. Вот подшивную мастику тут в идеал все выводить. Ну, как я уже сказал, все это делается в эконом-варианте, без фанатизма. Ну, и это даже очень будет хорошо. Результат как бы будет нормальный. Вот. Ну, вот. Вот так вот упаковывается, запаковывается дверка. Остается только поставить обшивочку наружную. Пакетики в двери у нас все тут было приготовлено. Вот. Внутри у нас что, оттираем пыль тоже. Вот эту. Чтоб было почище. И вот в пакетике весь крепеж с этой двери. Чтоб не искать и не думать. Все подписано, все разложено. Вот эти мелочи сейчас при сборке, так сказать, дают свои плоды. О чем я уже говорил. Не надо ни думать, ни искать. Все на своих местах. Берешь и собираешь. Ну, вот дверка и собрана. Все проверено, все работает. Все на своих местах. Начинаем заниматься другой стороной.